Насколько я понимаю, сегодня в Молдавии существуют три основные идентичности. Румынская, молдавская, ну и условно славянская, которую также условно можно назвать русской. Причем, когда я говорю об идентичностях, я не имею в виду там паспортную или кровную идентичность. Я исхожу из того, что если голубоглазый блондин, живущий в Скандинавии, идентифицирует себя как Готентот, это он Готентот. Соответственно, и политические силы ориентируются на эти идентичности. Понятно, что в сумме молдавская и русская идентичности составляют большинство, и понятно, что это большинство будет тяготеть к Евразийскому Союзу и к России, потому что при победе румынской идентичности она просто растворяется. Я не думаю, что будет справедливо говорить о невозможности интеграции Молдавии в Европейский Союз, потому что Европейский Союз действительно не принимает. Но Румыния всеми силами пытается, так сказать, провести аншлюз. И, собственно, прорумынские партии Молдавии, они работают не на вступление Молдавии в Европейский Союз как самостоятельного государства, на поглощение ее Румынии и таким образом, как часть Румынии, вступление в Европейский Союз. А насколько представлено в политике вот это проевразийское большинство населения Молдавии? До недавних пор, насколько я понимаю, эти люди были представлены партией коммунистов Республики Молдова, наверное, уже лет 15, которая, по большому счету, вела себя примерно так же, правда, с менее печальными последствиями, как Янукович на Украине. То есть избиралась она голосами одного населения, а затем начинала проводить диаметрально противоположную политику или условно, так сказать, политику многовекторности. То есть ни туда не идем, ни сюда не идем, а сидим и сохраняем свое маленькое удельное княжество, и было бы неплохо, чтобы нас все содержали. На каком-то этапе проведение этой политики стало невозможным. Насколько я понимаю, ни Воронин, ни коммунисты этого не поняли и хотели и дальше жить, как при бабушке Екатерине, когда все было хорошо. В результате, по сути дела, в Молдавии разразился серьезный политический кризис, который продолжается до сегодняшнего момента. Опять же, может быть, коллеги, представляющие социалистическую партию, меня поправят, но, насколько я понимаю, сейчас вот эту нишу представительства русско-молдавского большинства заняла социалистическая партия. И, в общем-то, это сразу отразилось на ее политических перспективах, потому что, скажем, формально независимый, но поддерживаемым социалистами кандидат в Башканой Гагалузии Ирина Влах является одним из претендентов на победу, или наиболее вероятным претендентом на победу. Социалисты, опять же, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, они хоть и находятся в оппозиции, но являются крупнейшей партией в парламенте Республики Молдова, еще недавно набирали там какие-то считанные места, по-моему, меньше пальца в одной руке у них было раньше, и сейчас, если не ошибаюсь, около 25, нет, да? Вот, или даже 35, ну, 25. То есть это сразу же отразилось на перспективах партии, это показывает, что подобная политическая сила востребована. Дальше мне представляется, что очевиден и перенос поддержки Российской Федерации с коммунистов на социалистов, потому что только за последнее время в Москве были и у фракции, и у руководства партии встречи и с Патриархом, и с Нарышкиным, ну, такие же встречи не происходят сами по себе, и это совершенно отчетливые политические сигналы. Следовательно, в общем-то, есть политический спрос, есть политическое предложение, есть внешняя поддержка, дальше вопрос только в последовательности и в технической возможности реализации вот этого вот, превращения этого политического спроса в политическое большинство в парламенте и реализации соответствующей внешней политике Болдовы. Думаю, что сейчас единственная серьезная проблема, которая стоит перед политическими силами, выступающими за евразийскую интеграцию в Молдове, это лимитированное время, потому что Молдавия оказалась в промежутке между двумя регионами катастроф, между заканчивающейся катастрофой на Украине и начинающейся катастрофой в Европейском Союзе. И понятно, что это не может не влиять ни на экономические, ни на политические перспективы Молдавии. А Россия, ну, по крайней мере, пока далеко.